Здравствуйте, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И сегодня у нас новый проект, который называется Demo's Live Roleplay. Естественно, что расположен он на базе игры Arma 3. Но данный обзор будет больше даже касаться не данного проекта, который открылся вот совсем недавно, буквально на днях, а, наверное, больше по теме философствования, размышления, общения по этому вопросу. Ну а почему, мы узнаем чуть позже, когда уже зайдем на сам проект. Кстати, вот так вот выглядит менюшка, и если кто-то зайдет в группу с этим проектом, то не удивляйтесь, что нет IP-адреса, потому что здесь стоит скрипт на автоподключение. Ну и заходим на проект, и, наверное, вот с этим вот появлением вот этой вот заставочки и раскрывается, в общем-то, сейчас суть того, что я сказал, что больше будет философии, размышлений, беседы, чем обзора данного проекта. А все потому, что я недавно, буквально вот, может быть, месяца два назад, делал обзор на эту же карту, один в один, ничего не поменено. И назывался этот проект Аполлон второй версии, ну и обзор у меня так и называется, обзор номер два. Кому интересно, вот по этой ссылочке можно будет посмотреть на обзор этой карты более подробный. Будет возможность сравнить и, что называется, найти различия. В общем-то, этот проект немножко изменен, да, немножко изменен, немножко изменена карта, высыпаны старые иконки, кстати, к иконкам вообще есть претензии. Стоит интерактивность, то есть при нововведении на иконку выскакивает табличка, это здорово. Но вот сами иконки вызывают у меня вопросы, почему бы их не поставить так, как они должны стоять. Половина иконок перевернуты, то боком, то кверх ногами, ну по-разному. Ощущение, что просто взяли их и рассыпали. Сама же карта подверглась изменениям, но они, я бы сказал, незначительные. Многие объекты, как вот этот вот магазин здорового питания, стоит на том же месте, где и на Аполлонию. И, в общем-то, я так понимаю, на этой сборке. Весь товар здесь стандартный, ничего удивительного мы не увидим, поэтому даже и относиться к этому я не буду, то есть показывать подробно что-то не имеет смысла. Одежда, продукты, кирки, лопаты, ну все, все очень стандартно. Ничего такого уникального мы здесь не увидим. Ну вот, за исключением вот таких вот введений, как вы можете заметить, ларечки, которых я до этого не видел. Ну и магазины автомобилей. Их мы посетим просто для того, чтобы посмотреть, что за экономика, ну и какой модельный ряд вообще представлен на этом проекте. Магазинчик такой же, какой стоял и на Аполлоне. В общем-то, магазинчик, сама модель магазина мне нравится. Ну а исполнение, вот опять, видите, я только зашел и уже вижу баг. То есть мы видим крышу этого ангара. Не настроена дальность автомобилей. То есть слишком далеко они отдаляются. Так что даже можно вылететь за ангар. Ну это такой небольшой косячок, который, в общем-то, можно исправить в течение, наверное, минут десяти. Ну а вот к автомобилям есть вопросы. Во-первых, ну автомобилей, честно говоря, мало. И второй вопрос, ну нету пошаговости. Есть квадроцикл, ну а далее уже, ну я бы сказал, в сотни раз цены скачут. И бог его знает, что это за экономика такая. Ну и само решение, что нету такой пошаговости, нету возможности первоначального выбора. То есть вот это или ничего. То есть квадроцикл или больше ничего вы себе позволить не можете. Ну и следующий скачок уже в огромные деньги. Бог его знает, хорошо ли это. Ну а машинки, вы видите, вот такие вот. Я их буду прокручивать достаточно быстро. Есть покрасочки, что тоже, в общем-то, приятно. Но вот то, что сначала не предоставляется никакого выбора и нету вот этой, вот как я ее назвал, пошаговости, чтобы вы постепенно могли переходить от одной модели к другой. Все круче, круче и круче. Этого нету. То есть как вот, либо квадрик, либо ничего. В общем-то вот, не знаю, такое себе решение, на мой взгляд. Ну и переходим в магазин грузовиков. Выглядит вот таким вот образом. И надо отметить, что стоит банкомат. То есть все-таки автор позаботился о том, чтобы нам не надо было бегать по всей карте в поисках банкомата. Ну, тут тоже самое, в общем-то, проблема та же, что и в легковом транспорте. Малое количество грузовиков. И опять цены. Цены тоже так же, как и на легковушке, начинаются с 90 тысяч. То есть для новичка никакого выбора, в общем-то, нету. Зашел, вот все, что у тебя есть, это квадроцикл и будь любезен. Здесь есть еще один косячок, которого мы коснемся позже. Который, в общем-то, и сделал решающее значение по тому, как будет выглядеть этот обзор. Но к этому мы коснемся чуть позже. Ну, по машинам вот такой вот транспорт. В принципе, транспорт достойный, я бы сказал. Все красиво, нет никакой рухляти. Ну, опять нет пошаговости. И есть некоторые претензии у меня к автомобилям. То есть автомобиль за 90 тысяч носит 600 слотов. А автомобиль за 900 тысяч носит 1200 слотов. Увеличение по слотности в два раза, а вот по цеде аж в 10 раз. Ну, такое себе решение. Ну, не хватает тут, ходя по этим магазинам, вот той самой пошаговости. Как-то все слишком вот, ну, не продумано, что ли. Есть донатный автомобиль, ну, там вообще уже отдельная история. Да и, в общем-то, в целом, вот такое решение приняли разработчики данного проекта, что они ставят игрока вот перед фактом. У тебя нету никакой возможности больше развиваться, как кроме ездить на квадроцикле, значит, за плодово-вощными культурами. Ну, или либо здесь еще есть почтовая служба. То есть занимаемся ею. Ну, и вот КАМАЗ, вот этот вот КАМАЗ-мастер, так называемый, да, тоже, мне кажется, вот, ну, ни к селу, ни к городу здесь, вот в этом магазине, еще с такой повышенной слотностью, хотя грузовичок очень-очень маленький. Ну, и если исходить из логических соображений, то это вообще не грузовик на самом-то деле. Это уникальная машина, которая, в общем-то, не предназначена для перевозки грузов. Это просто раллийный автомобиль. Не знаю, зачем его запихали сюда, но, видимо, вот была такая моделька, значит, надо ее запихать. Ну, остальной транспорт, в общем-то, вы можете сейчас рассмотреть. Как я и сказал, машинки красивые, хорошие, претензий по машинам нет, только по их количеству, по слотности, ну, может быть, по цене. По цене я не смогу вам объяснить эту экономику, потому что она очень странная. Мне кажется, что она абсолютно не настроена. При входе на проект нам дается всего тысяча, если я не ошибаюсь. Может быть, даже и меньше. Не помню, вот, честно говоря, сейчас уже не вспомню. В пособие по безработице приходит 10 рублей. А 10 рублей на этом проекте – это вообще ничего. Даже питание стоит от 50 рублей. Там, не знаю, ну, шмотки стоят 50, 100, 150 рублей. То есть, что такое 10 рублей, бог его знает. Ну, и вот смотрите на эти цены, да. Не знаю, что это за экономика. А так как нам не дается никакого выбора по транспорту, значит, разработчики хотят, чтобы мы начали свою деятельность на этом проекте с почтовой службы. Вот таким вот образом она выглядит. Ну, она баганая. Кто играет в арму, знает, чтобы устроиться в подобное предприятие, надо купить униформу. А униформа не продается. Вернее, продается шапка и форма, а вот пояса вместо рюкзака вы не купите. Его просто забыли добавить. Ну, и вот этот вот момент и решил мой обзор этого проекта. То есть, я остался здесь со 100 рублями в кармане. И вот что мне делать. Остается только купить квадроцикл и все. Обычно я фармлю какое-то время и покупаю какой-то транспорт, чтобы показать его вам. Ну, если есть возможность купить вертолет, вообще замечательно. Можно будет сделать обзор, так сказать, сверху, с птичьего полета. Ну, а здесь вот, ну, вот так вот сделали. То есть, открыли проект и вот такой вот косяк не досмотрели. Ну, друзья мои, ну, надо же тестить свой проект, когда вы его открываете. Вы же приглашаете людей, вы назначаете открытие. А встречаются люди вот с такими вот косяками. Транспорта нету и устроиться на работу тоже нету возможности. Ну, а так как мне и пришлось столкнуться с этими недоработками и косяками, я и предлагаю перейти от конкретного обзора проекта к обсуждению, в принципе, ролеплей армы и надоевшей всем карты Altis. Вот про именно карту Altis и хотелось бы поговорить, пока мы смотрим какие-то красоты этого проекта. Многие говорят, что вот опять открываются клоновые проекты на Altis, и как это все надоело. А я вот, наверное, поспорю с вами и попробую доказать, что все-таки Altis не самый плохой проект и не самая плохая карта. Я побывал на многих проектах, повидал многие карты, есть с чем сравнить. И я все-таки уверен, и это мое мнение, что Altis один из лучших представителей карт вообще на базе армы 3. Карта сама по себе очень неплохая с точки зрения геймплея. Здесь нету резких перепадов высот, здесь нету обрывов, здесь нету крутых подъемов. В общем-то, более-менее проходимые леса, более-менее проходимая местность. А основным недостатком карты Altis считаются ее размеры. Но я на это отвечу, что... Ну, а я думаю, что все-таки не размеры карты играют, а креативность мышления разработчиков. Никто не мешает, как, например, вот на этой карте, добавить или урезать размеры этой карты. Ну, а раз уж разработчики решаются ставить такую, а вот если брать, например, вот эту карту, то она еще и больше, здесь еще три добавленных острова. То есть кому-то даже еще и не хватает пространства, кто-то хочет его увеличить. Да даже если и не касаться увеличения карты, не у каждого разработчика есть такая возможность, ведь никто не заставляет ставить точки взаимодействия, добычу, переработку, продажу на таких огромных расстояниях. Это все исходит от разработчика, а не от карты. Карта-то хорошая, карта пригодная для игры, она ровная, с хорошими дорогами, с хорошей инфраструктурой. Ну, и я поделюсь лично своими впечатлениями. Меня лично никогда не отталкивает проект, если он находится на карте Altis. Меня отталкивает только вот отношение разработчика к проекту, то есть если он бездумно берет и клонирует проект, и вот с такими вот огромными расстояниями, хотя знает, что большинству народа это уже не нравится, это приелось, это неинтересно. Ну, и меня лично отталкивает алтийская архитектура. Вот сейчас постарайтесь отвлечься от того, что мы находимся на карте Altis. Посмотрите вот на эти виды. Разве это можно назвать стандартным Altis? Если не знать, где вы находитесь, если бы я показывал просто вот эти вот картиночки, не сразу бы мы могли понять, что мы находимся на обычном Altis, в общем-то. Но это не стандартный Altis. Посмотрите, как все красиво сделано, все перелопачено, текстурки заменены, кругом зелень, горы, заснеженные вершины гор, красивые желтые поля. Ну, вот смотря на эти картинки, вы даже не скажете, что мы находимся на Altis. И только зайдя сюда и начнете понимать, что да, точки-то все стоят в том же месте. Названия ресурсов в том же месте. И так же называются. И перегоны здоровенные. Найти кого-то на такой большой карте, конечно же, сложно. Даже если вы играете с другом, и он дал вам свои координаты, ехать до него, ну, это реального времени занимает минут 5-7. Это просто ехать по карте. Конечно же, это немножко угнетает. И лично меня угнетает вот именно архитектура. Когда я возвращаюсь в какой-то город, я понимаю, что да, вот, я вернулся обратно в Altis. Вот это вот желтизна, однообразие домов. Ведь вся архитектура городов, населяющих проект Altis, состоит из 5-6 однообразных домов. Только повернуты, то одной стороной, то другой. Но в принципе-то это не меняет. Это одно и то же. Это одна и та же архитектура, которая уже всем с годами надоела. И вот она-то как раз, в отличие от карты Altis, не меняется. Вот она-то и угнетает. Вот это вот однообразная архитектура. А если говорить по технической части данной карты, то, на мой взгляд, это самая лучшая и оптимизированная карта. Даже если брать, вот, например, вот этот проект, который, как вы видите, ну, полностью, практически перелопаченный, заменены текстуры, заменены текстуры всего проекта. В принципе, тут и зелень заменена, тут все заменено. И ландшафт, и добавлены реки, озера, добавлены горы, добавлены острова. Но здесь просто божественный FPS. Я так понимаю, что у разработчиков данного проекта есть исходники этой карты. Поэтому они так хорошо все поменяли. И, в общем-то, без потери по FPS. Действительно, нету ни просадок, ни лагов, ничего идет. Все гладенько, ровненько. Это что касаемо технической части данного проекта. Если вот сравнивать с проектом, на котором я недавнем времени провел огромное количество времени, который запал мне. Мне очень понравился этот проект. Он называется он РАО. И так вот, он стоит на карте Малден. Малден, это, в общем-то, тот же самый алтист, стандартный алтист, той же архитектуры, с теми же пейзажами, но очень маленький, компактный. Но вот, если брать техническую сторону, то здесь у меня FPS на 50% выше, чем на проекте РАО. А карта, вот эта вот карта Алтист, между прочим, в 4 раза больше, чем Малден. И вот, сравнивая эти две карты, я могу еще отметить то, что, например, Малден, хоть и компактный, но очень неудобный в качестве геймплея. Очень скалистые и горные местности, постоянно едешь вверх-вниз, вверх-вниз. И эта компактность, она, в общем-то, убивается вот этой вот горной местностью. Что нельзя сказать про Алтист? Алтист достаточно ровная карта, и не зря ее предпочитает большинство разработчиков. Она очень удобная в использовании. И, по моему мнению, как раз-таки разработчики-то и являются основной проблемой данной карты. Ее используют часто, но используют в основном, копируя. А вот это, наверное, уже и неправильный подход. Сама карта, как я уже и сказал, очень-таки даже неплохая. Она удобная, она хорошая, она оптимизированная. И изменить ее, в общем-то, делал рук разработчиков. Смотря кто и как к этому подойдет. Ну и как итог и подведение какого-то результата моих разглагольствований в этом видео. Мое мнение, что не карта здесь виной и не карта надоела, а надоел подход разработчиков, которые копируют и вставляют, копируют и вставляют одно и то же. На просторах интернета есть такой проект, который называется Тиранос. Если кто не знаком, то вот по этой ссылочке можете посмотреть, как на, из простого Алтиса можно сделать карту, которая, я думаю, может возглавить топ проектов на базе Алтис по ее красоте. Вот что можно сделать с простым Алтисом, как его можно изменить до неузнаваемости. Ну, а возвращаясь к проекту, на который мы зашли, он открыт, он ждет своих игроков, так что, если понравился данный обзор, заходите, играйте и получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok